всем привет мы снова возвращаемся в книгу теней печеринки трупов и продолжаем ее проходить надо бы конечно поторопиться потому что я чувствую займет и рамы тоже немало времени это только вторая глава окей мы собираюсь загонять а юмия что-то с ней случилось на точнее мы знаем примерно что это было и она убежал только что тоже здесь она несомненно интересный объект для наблюдения то то есть а теперь ко всем будет приходить героем сначала она пришла к наоми потом вроде бы только наоми потом сейчас она пришла интересно а почему я думаю что что это сачика была у них голоса похожи были ли не просто что не очень понял как от как она здесь но она тоже ведь призрак понятия не имея откуда на в комнате появилась девушка забудьте о чем мига чем я говорил вообще него не факт что она еще будет ко всем появляться похоже на примерно 1 1 возраста с нами целом она выглядит как обычный человек только вот глаза выдают в ней не живого человека они тусклые безжизненные какие же эксперты каждый раз просто интересно что прошлый раз она не появлялась как человек как призрак ее зовут сей ноги на думаю что могу представиться как медиум и старшеклассница писатель по крайней мере ей был я была при жизни при жизни хочешь сказать хочешь сказать что ты призрак видимо так к сожалению за так интересная пауза они полностью поменяли как-то все события мне кажется и ты заодно с этим мелким мерзавцем что вы сделали шинозаки шинозаки и почему не упускаете нас отсюда хороший вопрос о боже кажется ты неправильно все понял грубо говоря и также как ты являешься жертвой окей вот это тоже оказалось в этой ловушке и ты значит сейчас куда важнее ситуация девушка которая только что выбежала отсюда похоже у нее есть особые силы подожди прошу тебя если хочешь чтобы она спор была с тобой максимальное время то тебе стоит прислушаться к моим советам какие могут быть советы у призрака откуда она кто на все это все здесь знает может знать пробыла с мной максимальное время ты визит они там как-то он не быстро поверил ну окей хорошо я выслушаю тебя на два быстрее хихикает такой дерзкий ответ очень показательно я слушаю что за особенные особые силы шинозаки о которых ты говорила шаманы знаком с такими понятиями как духовные медиумы жрецы и шаманы да то есть у нее какие-то способности из-за которых мы сюда сюда и попали но видимо в этом мире она так и работает что здесь такое реально очевидно раз мы здесь оказались то чему удивляться шаман жрец медиум кто там кто угодно я уже не удивлюсь у всех их есть способность впускать свое тело существ которые наука не может классифицировать таких существ обычно называют духами или бог богами тело существ впускать свое тело не особо понимаю чем вообще речь о чем-то физическом или каком-то или дух дух какой-нибудь который они впускают как сказать эти люди могут участвовать в ритуалах обращения общения с духами в принципе про одержимость демонами ты мог видеть даже в кино да и в этой игре собственно что-то вроде итако из традиционного фольклора 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 это что-то японское я не в силах такое знать к сожалению видимо какая-то легенда про демонов или духов верно ты же заметил да твоя подруга может принимать мысли мертвых которые застряли в проклятом проклятом месте она способна впустить их в свое тело то есть духи все-таки окей допустим мысли и заметь я сказала мысли а не духи это не призраки а скорее свободные остатки чувств убитых тензин заполненными до предела но как тогда они убивают так что если она сможет научиться контролировать эти потоки то станет обладателем мощной силы надеюсь тут не надо будет нескими духами сражаться потому что вообще первой части были зачем-то были было количество жизни почему-то персонажей и там буквально в двух в двух-трех местах от силы может где-то было пораниться или что-то такое я уж подумал что это правда какой-то рпг будет но к счастью нет я не думаю что в принципе в этой игре такое возможно но сила окей сила так сила разве можно назвать эту хорошей способностью она же не такая как ты как ты как она а кто она вообще думаю что нет тем не менее если вы хотите выбраться отсюда живыми эти способности могут пригодиться в случае если она сможет управлять ими в прошлый раз никаких способностей не понадобилось вроде как по крайней мере мы вроде ничего такого не происходило как она может научиться ими управлять они что-то новое придумывают я не знаю правила изменились в этой игре теперь ты же сам видел сейчас она не справилась с тем кто вселился в нее представь что на ее голове антенна которая ловит сигнал 24 часа в сутки каждый день кроме того эта антенна не только схватывает любые действия любые изменения в звуковых звуковых частотах она способна действовать как включатель и выключатель теперь его а имя какая-то антенна появилась ну не буквально конечно я понимаю она может стать следствием короткого замыкания или какого-то разрушения то есть из-за нее происходит землетрясение какие-то течение ну который здесь происходит собственно или что еще хуже она может потерять свой разум ставь безумным бездумным радио тряски они санна сигнала выстреливать мута не мудро не террор значит нет никакого способа вернуть его в прежнее состояние конечно конечно же есть всегда есть способ я не знаю это зависит от нее сама я тебя тогда пошли со мной не спасти ее пожалуйста прости я не могу этого сделать у меня есть свое дело я тоже ищу кое-кого важного для меня она говорит про того как его журналиста может так сказать который какие-то исследования делал в этой школе да и она исчезает конечно я сделала для вас все что только все что все что могла будет ли улучшение улич улучшение или все станет хуже как уже говорила зависит только от вас желаю вам удачи что дальше что дальше нам делать тогда не особо понятно но увидим увидим опять снова землетрясение толчки настолько сильны что даже не могу держаться на ногах поэтому рухнул на колени понятия не имеют как долго это продолжалось мне казалось что толчки не закончить не закончится никогда но в конце концов страстка потихоньку успокоилась открылись новые проходы или закрылись старые окей я поднялся поднялся на ноги я смотрел осмотрелся как ожидалось призрака девушки уже нет рядом ты уже видел как она исчезала так что чего еще ждать такое землетрясение наверняка как-то повлияло на здание же назначена знаки сейчас в большой опасности это всего лишь пол разошел с которым не может преодолеть не знаю что произойдет дальше но в одном я точно уверен я должен найти ее чего чего мне это не стоило окей мы получили да покричи получили мы довольно много информации после после этой после этой беседы нашей с призраком придется как-то с этим всем разбираться теперь снова и затем мы встретили майо или куда это мы идем а ну да да это он ей все рассказывал в принципе да логично что они просто так переключались на них и знаешь что меня бесит больше всего то что она постоянно разговаривала со мной так будто я ничего не знаю про нормальных феноменах мол я идиот это призрак которая говорила блин я забыл ее как ее уже зовут в принципе как будто ты правда что ты знаешь в этом об этом не удивляйся тогда а нет про Айюми он говорил про Айюми ну посмотри что произошло с ней сама ты не смогла справиться хотя кичилась своими познаниями кичилась такое слово конечно интересно я очень редко его где-то вижу и типа ли сам еще реже его использую почти никогда похоже вам шинозаки было очень тяжело а ты кажется неплохо справилась в одиночку Моришиги не был с тобой наверное нет и не встречала его хотя бы пыталась найти да очень пыталась найти ну 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 понятно но зная его собранность я уверен что где-то где бы он ни был с ним все в порядке ну я бы не был не был так уверен учитывая что что мы знаем что что произошло с ним в конце может может Майя будет его пытаться спасти нет но в первую очередь как то ее надо саму себя спасти да мы еще с этими разобрались где сейчас Наоми мне интересно что там происходит вообще с Наоми они ведь на третьем этаже вроде бы были или нет или они тоже были здесь как вообще эти события параллельно друг другу происходят или что-то сложно потому что они тоже были в кабинете этого комнате охранника но когда это было непонятно я имею ввиду что при встрече с призриком он наверняка предложит руку к колбу и произнес что-то вроде такого ты напоминаешь мне сонату шекспира мне кажется он просто испугается и движется куда-то и раз уж мы с тобой встретились то рано или поздно мы сможем воссоединиться и с ним да ты прав я уверен что иначе не может быть сейчас кажется припевы смог больше мест которые можно исследовать но зато нас двое две пары глаз лучше чем одна тогда вперед наконец я увидел привычную бодрую Сузумото которую мы знаем и уважаем респект таким ребятам итак идем давай постараемся найти наших друзей ооо да Шигини я знаю что тут где-то рядом этого достаточно чтобы продолжать двигаться дальше клянусь и найду тебя ну сначала мне нужно сходить в туалет туалеты Туалеты в этой игре. Просто туалеты. Кажется, у меня уже идея есть. О чем будет третья глава? Если я не путаю, конечно. Может быть, это четвертая глава? Но, скорее всего, третья глава. Правда? Прости, я так... Я просто не могу. От одной мысли у меня просто улыбка на все лицо растягивается. В итоге я не могу читать. Я так перепугалась и переволновалась, что что-то негативное сказалось на моем желудке. Со мной постоянно так. Ладно, я думаю, мне стоит сопроводить тебя. О, приятель. Не советую тебе ходить в туалеты с маленькими девочками. О, боже. Это просто самая худшая идея, которая может у тебя появиться. Огромный провал в полу. В другую сторону можно попасть с помощью доски, но после землетрясения нужно еще более аккуратно проходить. Доска осталась, по крайней мере. Теперь у нас автопилот, который нас доставляет в нужные места. Это лестничная клетка, заползавленная столами. Пройти здесь практически невозможно, но... Теперь у нас есть крепкая мужская сила, которая очистит наш путь. К счастью, после землетрясения, часть хлама разлетелась в стороны. Вдвы мы быстро сможем расчистить путь. То есть, даже его не хватило, да, на эти столи. Столья? Что я сказал сейчас? На эти столы и стулья. Что будем делать с этими стульями, Кишинума-кун? Мы можем перебраться прямо по ним. Правда, в случае одного неверного движения можно нехило пораниться. Можно нехило пораниться, если конструкция разрушится. Знаете-ка, у меня еще есть идея. Можно... Я не буду своей гениальной идеей... Вставлять сюда, потому что это точно не сработает. Это за гранью вашего воображения, персонажа этой игры. Верн-то, давайте лучше отодвинем их. И мы попали в ту комнату туалета. Ура, ура, мы добрались до комнаты, до леди. Прошу прощения, я отойду на минутку. Молодой человек, можете в коридоре подождать и... Пока я сделаю свои дела, конечно, я буду здесь. Если что-то произойдет, кричи. Только не подходи слишком близко, ладно. Мне будет очень неловко, если ты услышишь меня. То есть, иначе по-большому собирается идти. Окей. Ну ладно. Отправляемся в туалет. Ты ее же за звук был, да? Не, да, о чем я... О чем я вообще говорю? Конечно, она собирается по-большому. Если она говорила, что у нее желудок... Что за желудком не так. Почему-то я сразу... Почему я сразу об этом не подумал? Логично ведь... Похоже, мы желудок в состоянии... В очень плохом состоянии. Почти. Давай-давай, тушься. Тушься. Боже. Сейчас я кто-то утянет вниз туалета. Как будто заново родилась. Ага. Так, поройти. Мм? Что это? Вау. Конечно, игра. Просто... Кусок трусов... Показать обязательно нужно. Почему я удивлен вообще... Надеюсь, это не твоя кровь, да? Ну... Логично, что тут... Внимание нужно заострить на... Ранее у нее на животе. Интересно. Где-то поцарапал свой живот, он покраснел. Хорошо вопрос. Как это вообще... Может, это у всех тогда получается? Может... Это у всех может такое быть. Когда это случилось и как? Даже если бы я где-то поранилась, наверняка запомнила бы это. Еще внимательнее присмотревшись к ранее, я... На мгновение у меня перехватило дыхание. Что? Что со мной произошло? На моем животе красновато-фиолетовые линии в четырех направлениях от пупка расходятся. Не показалось ли, что... Что-то... На секунду появилось в левом верхнем углу. Но это нет. Точно мне просто показалось. Я бы моргнул, наверное, просто... Расходится... Нет, это у меня какие-то глюки уже начинаются. Что-то вижу, блин, на экране у себя. Подобно линиям разлома... Блин, это на самом деле жутко. Что два раза увидел в одном и том же месте что-то. Выглядит как странного цвета паутина, прикрепленная к моему животу. Что-то случилось? Интересно. Я попросил на самом деле его посмотреть. Может, у него тоже что-то есть такое... Какая-то рана на его теле. Ничего, я уже иду. Простите за ожидание. Теперь намного лучше, вау-маю. Этот поход в туалет занял всего лишь... Сколько? Пять минут? Максимум. И... А теперь вспомню, сколько юги понадобилось. Путешествий, чтобы... Сходить в туалет. Сколько? Три видео? Четыре видео? Это хорошо. Она слишком позитивно себя ведет. Подозрительно, на самом деле. Со стороны ешки. Ну, разве я не говорил тебе сохранять дистанцию? Что? Я не подходил близко? Просто мне показалось, что ты вскрикнула. Мало ли, что вдруг что-то произошло. Все в порядке. Может ли быть... У Сейка было что-то такое... А, блин, не знаю. Блин, сложно. Сложно-сложно. Я пытаюсь понять, что это может значить. С Майя, по-моему, в прошлый раз... Там ничего с ней... У нее с животом не было. А ей там совсем плохо стало, мягко говоря. У стенки. Так что я не думаю, что там... Это как-то бы отразилось на ее теле в этот раз. Ладно. Ладно. Прости, что за... А, что-то заставило тебя перевол... Боже. Как читать? Научите меня. Прости, что заставило перевол... Поволноваться за меня. Как насчет тебя? Тебе не нужно сходить в туалет? Ну, мужской туалет... Вроде как занят. При попытке открыть дверцу копинки, кто-то пугающий кричит, закрой эту чёртову дверь. О, проблематично. Вот это выбросим это из мысли, просто сосредоточимся на поиске Шинозаки-сана и остальных. Да, давай просто забудем на том, что какой-то мужик кричит в туалете, чтобы его не беспокоили, и мы даже не поинтересуемся, кто это. Может мне стоило рассказать ему о моих странах в синяках на животе? Хотя нет, я не смогу осмелиться показать это мальчику. Вау, неужели это настолько прям личная территория твоя, живот? Что ты ему побоишься это показать? Такой ситуации особенно... Ну, чему удивляться? В моей голове одна с другой начали всплывать наихудшие сценарии. Мне хочется, чтобы всё это казалось лишь большой галлюцинацией, всего лишь кошмаром. Тем не менее, происходящее выглядит слишком реально, и это пугает меня больше всего. Может быть я чем-то заразилась? Может мне нужно срочно в больницу? Мне слишком сложно пронять эту неопределённость. Ну ничего не могу рассказать об этом, об этом. Я просто молча ищу с Хишнумэкуном Шиназаки Сан. И продолжим уже искать их в следующий раз. И на этом я остановлюсь. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставьте ваши комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И как обычно, всем пока, увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok